Фестиваль Света, который проходит в Иерусалиме ежегодно, это всегда большое событие для горожан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова В Иерусалимской русской городской библиотеке открылась выставка художника Григория Пельбаума «В те дни гушкатив». Среди его почитателей оказались репатрианты из разных стран, поэтому на вернисаже звучали то русский, то иврит, то английский язык. Вот что художник рассказывает о себе самом. Я жил в Баку, в городе, на Абширонском полуострове, в Каспийском море. И там меня интересовала главная тема, вы, наверное, видели здесь уже многие, природа и люди. Затем наступил израильский период. И вдруг в нем резкий поворот, резкая смена тематики. В чем дело? Когда началось гушкатив, то, что произошло в гушкативе. Я считал, что эту выставку я должен сделать рано или поздно. И он понимал, что эта руха, которая приглашает к Иероймелу, он должен лецить в даму и мурахам. Потому что, я не знаю, и мне хотелось сказать, они были даже критвы, сказать критвы. Да, опомнитесь, что вы сделали. Это же путь к пропастью. Вот это страшное преступление, совершенное. Этим я писал свои картины. Всем, кто пришел в этот вечер на вернисаж, были понятны и творчество художника, и его размышления. Сам он говорит о своем кредо ясно и кратко. Основная моя тема – это земля Израиля и свет Израиля. Субтитры создавал DimaTorzok Весной 1907 года русский писатель Иван Бунин со своей женой Верой Муромцевой приезжает в Иерусалим. Вера Николаевна вспоминала. Мы едем в какой-то еврейский пансион, где решили остановиться на несколько дней, пока не осмотримся. Он находится в европейской части города, то есть вне стены Иерусалима, в так называемом Новом Иерусалиме, расположенном на северо-запад от древнего города. Где же остановилась эта пара? Речь идет о гостинице «Каменец». Здание сохранилось, находится между улицами Яффо и Невиим. Оно было построено в 1878 году. Спустя 30 лет, в день приезда Бунина с его спутницей, оно принадлежит семье «Каменец». На Иерусалиме деловые интересы этой семьи не замыкаются. Есть гостиницы в Яффо, в Хевроне. К зданию примыкали сад и службы. Среди постояльцев гостиницы было немало тех, чьи имена вошли в историю. Это и барон Эдмон Ротшильд, и видный российский сионист Минахи Мусышкин, и художник Борис Шац, и отец современного иврита Элеезер бен-Яуда. И еще одна деталь, которая говорит о пребывании Бунинах. Вера Муромцева записывает. «Пансион небольшой, комната наша во втором этаже выходит на какую-то крытую галерею».